Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы продолжаем нашу ставшую уже традиционную телепередачу «Времена событий и люди». Сегодня я хотел бы с вами продолжить начатый не так давно разговор о том очень любопытном и с моей точки зрения, а дальше я скажу, что не только с моей, точке зрения теми, как самозванство на Руси. Почему я говорю, что не только о своей точке зрения? Потому что я, как работник аналитического управления Государственной Думы, тут недавно встретил в нашей, как говорится, законодательной палате своего ученика Валерия Анатольевича Тюшнякова. Оказалось, что сегодня он избран депутатом Владимирского законодательного собрания. И вы знаете, вместо того, чтобы рассказывать мне о законодательной деятельности своего собрания, он минут 10 изъяснялся мне в любви по поводу нашей телепередачи. Я, честно говоря, был очень удивлен не столько теми оценками, которые он давал нашей передаче, сколько тем, что, оказывается, нас смотрят. И меня это очень радует. Более того, тут на днях получил звонок уже от представителей исполнительной власти. Вы не поймите меня, как говорится, превратно, что тут я пытаюсь козырять властными полномочиями. Нет. Из Иркутска звонит тоже Валерий, не буду называть его фамилию, и говорит о том же самом. То есть, вывод какой? Вывод тот, что мы всегда работали, всегда работаем и будем работать по вашим заявкам. А именно, темы, которые вас интересуют, интересуют и нас. Это не значит, что мы, так сказать, исповедуем принцип «чего изволите». Просто я еще раз хочу сказать, что наша телепередача должна быть двухсторонней. С одной стороны, а с другой, меня очень радует, что у нас на фоне вот тех всех, так сказать, моментов, о которых уже всем надоело говорить, связанных с телевидением, что у нас, оказывается, есть аудитория, которая действительно занимается знаниями. Дело в том, что в Советском Союзе не все было так плохо, как некоторые сегодня представляют. Был общеобразовательный телеканал в Советском Союзе. Я, как работник ЦК КПСС, участвовал в работе этого телеканала и должен вам сказать, что получил немало очень, как говорится, полезного и очень ценного от общения с телезрителями. То же самое происходит и сегодня. И самое главное, меня радует то, что знание является главным для многих наших телезрителей. Вот это та радость, которая доставила мне общение с нашими телезрителями. Знание сегодня – это основа так называемой технотронной цивилизации. В начале 80-х годов в составе циковской делегации мы побывали в Соединенных Штатах Америки и встречались там, вот недавно умер Самуэль Хантингтон. Он предсказал столкновение западнохристианской цивилизации и восточно-исламской цивилизации, что сегодня и происходит у нас, так сказать, как бы там ни пытались сгладить это впечатление, но действительно оно есть. Так вот тогда, между прочим, среди участников нашего разговора был и такой паренек по имени Элвин Тофлер. Он только-только выпустил книгу «Третья волна». Эта третья волна явилась чем? Тем, что цивилизация вступает в третью фазу своего развития, информационную фазу. И вот Тофлер сделал очень любопытные выводы, мы потом в русском переводе читали эту книгу. Он сделал какой вывод, что сегодня основой производственной сферы является именно знание, именно информация. И вы знаете, он во многом поколебал очень многие устоявшиеся позиции, в частности, теорию Маркса о прибавочной стоимости и саму систему эксплуатации. Как вы определите, кто эксплуататор, кто эксплуатируем, если речь идет об интеллекте? Видите, на что сподвигла меня наша с вами, казалось бы, такая спокойная, такая, в общем-то, тихая передача времена, события, люди. Ну, а теперь по существу. Кстати, вот и Валерий Анатольевич Чушняков, и другой Валерий из Иркутска говорили, Николай Александрович, давай расскажи нам, пожалуйста, вот есть такие соображения, что и в семье Романовых, в царской семье Романовых, дети его использовались в качестве вот этих самозванных моделей. О чем, собственно говоря, я пообещал им эту передачу сделать, вот сегодня я ее и попытаюсь реализовать. Ну и, наконец, чтобы уж совсем, так сказать, подчеркнуть значимость вот той темы, на которой мы с вами остановились, я хотел бы заметить вам следующий момент. Вот читаю я немного, но три газеты удается. В частности, вот московский комсомолец за 7 декабря 2010 года опубликовал вот такой материал, прошу показать на всякий случай. Здесь вот портрет, вот он этот портрет современного самозванца. Это не какой-то урод, это не какой-то, так сказать, душевно больной, это вполне нормальный человек. Суть в чем этого человека? Зовут его, как следует из этой публикации, Валерий Кубарев. Претензий его ни много ни мало, а на часть имущества московского Кремля и 89, скромненько, объектов в Санкт-Петербурге и в других странах СНГ. Вот такой, я бы сказал так, гражданско-правовой иск или искачок, или как тут можно попредметнее выразиться. И причем этот иск или искачок весьма и весьма не шуточки. Дело в том, что московский арбитражный суд провел целых 4 заседания. Вы знаете, сколько сегодня стоит минута судебного заседания? Спросите у тех, кто связан с этой системой. Очень дорого, очень дорого. 4 заседания только лишь для того, чтобы разъяснить гражданину Российской Федерации Кубареву, что у него нет никаких оснований претендовать на имущество московского Кремля. Ну, его не переубедили, поэтому он пришел в редакцию московского комсомольца и появилась вот эта публикация. Причем, обратите внимание, как это самое происходит все это. Ну, в свое время, извините, еще раз небольшое отвлечение, Карл Маркс назвал идиотизмом деревенской жизни вот ту замкнутую, значит, крестьянскую общину, которая существовала в Индии. Вы знаете, я бы перефразирую, вот назвал идиотизмом демократической жизни то, что происходит вот сегодня вокруг таких вот самозванных фигур, как Валерий Кубарев. Ну, надо же, так сказать, наше государство, наша судебная система позволяет заниматься подобного рода вещами. Меня это немножко удивляет. Может быть, именно в этом и заключается смысл свободы и всего остального. Но, вы знаете, не за мой счет, ведь судебное заседание арбитражного суда осуществляется за счет налогоплательщиков. Вот я не хочу участвовать в этом. Не знаю, как вы. Так вот, что этот Валерий говорит, обратите внимание, это логика современного самозванца, чтобы у нас не возникало с вами вопросов, что вы, Николай Александрович, поднимаете давно забытые, как говорится, сюжеты и события. Между прочим, весьма здравомыслящий человек, закончил институт, как говорится, МАИ, авиационный институт, работал в институте прикладной математики Академии СССР имени Кейлдыша, наш выдающийся математик, президент Академии наук. Вот, занимался предпринимательством и прочими делами. В советское время, конечно, об этом говорить было бы нельзя, продолжает он. Только после перестройки родители рассказали мне историю нашей семьи, деда раскулачили, отняли у него мануфактуру. Мне стало обидно, что еще и от того, что он был знатных кровей, по преданию, наши корни уходят к самому Рюрику. А точнее, к ветви прославленного или ярославского представителя рода князей кубенских. Но эти кубенские есть такие князья, они работали и, точнее, сотрудничали вместе с Иваном Грозным и так далее. То есть, вы понимаете, какая методика? Она мало чем изменилась по сравнению с Лжедмитриями Первым, Вторым. По сравнению, вот я сегодня буду рассказывать Анной Андерсон, так сказать, самозванки в виде княжны Анастасии и других. Поэтому я так внимательно заостряю эту проблему, что она приобретает сегодня не просто исторический характер. Она, как видите, уже приобрела, а, судебный, б, исковой, то есть имущественный, в, ну, наверное, политический. О чем я потом постараюсь рассказать фактически. Ну и в целом, почему вдруг возникла, как говорится, тяга и интерес к семье Романовых? Они, по-моему, уже всем немножко начали надоедать с точки зрения того внимания, которое российское общество удивляет этой проблеме. Надоедать я имею в виду тем, что вот раскопками, значит, перезахоронением высыпальницы императорских царей. Но вы имейте в виду одну простую вещь. Русская православная церковь в лице тогда еще покойного патриарха Алексия не признала косточки Романовых. И это очень серьезный момент. И я думаю, не признала именно в силу того, чтобы прекратить вот эту вот шеренгу самозванных претендентов. Я вас уверяю, что эта шеренга вот этим Кубаревым совершенно не ограничивается. Ну, для сведения приведу вам такую вещь, что вот в настоящее время, я сделал тут выписки небольшие, ведь я тоже готовлюсь к передачам. Скажем, за последние 90 лет вот особую популярность приобрела спекуляция на детях императора Николая II. На роль сына царевича Алексея претендует или претендовало 11 человек. Дочерей Анастасии и Марии около 30. Причиной тому явилась весьма банальная вещь. В дело, как всегда, вмешивается конспирация. На одной из передач я уже говорил о том, что историческая канва, она складывается из трех уровней. Ну, самый, как говорится, очевидный, который изучается в школе, хронологический уровень. Как я отмечал, что Великая Октябрьская революция состоялась 25 октября 1917 года. Ну и так далее. Второй ряд – это философско-исторический. То есть осмысление этого факта. Вот. Если по хронологии тут все очевидно, хотя далеко не все. Вот есть такой у нас сейчас математик-академик Фоменко, который затеял пересмотр всемирной истории именно с точки зрения, как по его мнению кажется, несоответствия хронологического ряда всех великих исторических событий. Ну, флаг ему в руки, пускай занимается. Слава Богу, у нас сегодня действительно свобода слова и свобода мысли и свобода деятельности. Вот. Так вот, с точки зрения философско-исторической, тут вы как сами понимаете, что не историк, то точка зрения. Или, как говорили два юриста, три мнения. И договориться практически невозможно. Вот яркий пример. Опять у нас возникают, казалось бы, вроде уже выяснили. Нет. Опять возникают споры по десталинизации общественного сознания, о необходимости раскрыть очередную правду, истину и тому подобное. Как будто не раскрыто еще. Как будто не втянутся наше общество вот в подобного рода, так сказать, мазохистские упражнения. Ну и третье, третье, как всегда в истории бывает, это конспирология. То есть тайна. И никуда от этой тайны также не денется, потому что исторические события, они безусловно делаются людьми. А когда они совершаются личностями, то между личностями допускаются определенные договоренности, которые совершенно не всегда становятся фактом исторического познания. В свое время Василий Иванович Ключевский говорил, что не только хронологические факты истории нужно брать за основу изучения исторического прошлого, но и намеки, мнения, попытки, так сказать, высказать какое-то внутреннее суждение, или может быть даже мнение, не относящееся к конкретному событию. Это все тоже тот самый исторический фонд, это та самая среда, в которой варится историческое мнение. Так вот, что касается семьи Романовых по поводу конспирологии. Да, действительно, расстреляли, грубо говоря, но уцелели. Ну, уцелели. Были, имеется в виду двойники, допустим, как у Гитлера, но это известно, что у семьи Романовых были две семьи, я сейчас вот назову вам фамилии, это фамилия Филатова и фамилия Березкина, которые фактически имели тоже четырех дочерей одного сына и дублировали Романовых. И говорят, что расстреляли в Ипатинском доме именно их. Чтобы было понятно, кого расстреляли, друзья мои, я нашел вот прекрасную фотографию, она мне очень нравится, покажите, пожалуйста. Вот посмотрите, какая чудная семья. Какие прекрасные русские замечательные лица. Хотя, насчет русских лиц, ну, есть некоторые люди, которые пытаются, если так можно сказать, немножко подгадить в некоторых вопросах. Я к таким отношу посла Франции, Мариса Палеолога, который занимался, значит, посольской деятельностью во времена царствования Александра Третьего. Это именно с этим послом связан эпизод, когда Александр Третий, отец Николая Второго, он был заядлый рыбак. Александр удил рыбу, прибегает, значит, дворецкий, и ваше императорское величество к вам прибыл, значит, посол Франции Марис Палеолог. Ну и что, говорит Александр Третий, ты видишь, я рыбу ловлю? Ну вот он очень требует. Тогда Александр Третий, а это был такой сильный, мощный такой дядька, понимаете ли, встал, наконец, в сердцах, бросил эту удочку и сказал, значит, скажите этому недопырю, что пока русский император ловит рыбу, французский посол может подождать. Ну, наверное, в отместку вот за это такое негативное отношение к себе. Посчитал, сколько же русской крови течет в жилах Николая Второго. Вы будете потрясены, друзья мои. 127-я часть русской крови. А в царевича Алексея, соответственно, 247-я часть. Возникает вопрос, кто же нами правил со времен Петра Первого Алексеевича Великого? Тот был чисто русский, по крови, разумеется, веду. Я далек от расистских и националистических взглядов и убеждений, очень уважительно отношусь к таким выдающимся человеческим наукам, как генетика, наука о наследственности, и евгеника, который очень любили, так сказать, в гитлеровском рейхе, там мерили черепа, расстояние между глазами и так далее, и тому подобное, идиотизм. Идиотизм идиотизмом, а тем не менее, это свидетельство нашего человеческого, если так можно сказать, происхождения. Так вот, я еще раз ставлю вопрос, кто же нами правил? Это очень любопытная тема, я думаю, мы о ней поговорим. А вот я хотел бы показать тот дом, где расстреляли семейство Романовых. Это дом купца Ипатьева в бывшем Свердловске, а ныне Екатеринбург. Этот домик в 1982 году за ночь уничтожил Борис Николаевич Ельцин по приказу Политбюро, а конкретно Михаила Андреевича Суслова. Был тогда у нас такой секретарь ЦК, отвечавший за идеологию. И сегодня, конечно, совершенно невозможно установить никаких исторических фактов, связанных с той комнатой, где расстреливали царскую семью. А почему? Да потому что вот приблизительно к нашей теме возникает вопрос, что, мол, стрелять стреляли, но убить не убили. Что, мол, были и такие детки, которые спаслись. И в частности, вот к числу этих деток и относят, так сказать, вот младшую дочку Анастасии, третью дочку, так сказать, Марию и наследного цесаревича Алексея. Мол, удалось спасти сами большевики, удрученные, так сказать, жестокостью своей расправы над детским, как говорится, поколением императоров Романовых, помогли чудом выехать, спастись и переправили их за границу. Отсюда вот и начались страдания, так сказать, имен Романовых и тема нашего разговора. В частности, вот, 1920 год, Берлин. Ну, вы знаете, Берлин был одной из меккой русской эмиграции. Там обретались, так сказать, очень многие наши изгнанные из России представители интеллигенции. Сообщение в газете. Фройлен, унбекант. Это по-немецки унбекант, а по-русски это будет неизвестное. Девушка бросается, значит, с парапета канала, пытается покончить жизнь самоубийством, но, естественно, сердобольные берлинцы не помогли ей выбраться, значит, не дали утонуть, оказалась в больнице, вот, лечат ее. Вдруг, совершенно случайно попадается ей журнал с фотографией убиенной Анастасии. Она вздрагивает, вскрикивает, значит, что такое, кается перед врачом, что, оказывается, это, мол, вот я и есть Анастасия, царская дочь, и со всеми, значит, вытекающими отсюда последствиями. Так появилась вот эта самая легенда об Анне Андерсон, которая примерно 30 с лишним лет туманила мозги западной, как говорится, интеллигенции, телевидению, киновидению и прочим, так сказать, моментам. Причем, что любопытно? Любопытно то, что в этом процессе, в процессе, значит, осквернения царского имени участвовали родственники царя. Вообще, я должен вам сказать, насчет родственничков Николаю II явно не повезло, так сказать. То у него был какой-то дядюшка, так сказать, петух красный, который в феврале 1917 года нацепил бант и бегал по Петрограду, так сказать, с призывами «Долой царское самодержание!» Вы можете себе представить? Вроде человек не сумасшедший. Великий князь, кстати, так сказать, не буду называть его имени, а то меня еще эти монархисты где-нибудь спросят о чем-нибудь. Это раз. Во-вторых, так сказать, ладно этот чудак 1917 год, но зачем участвовали в этом сестры Николая II, Ольга и Константин, мне до сих пор непонятно. Хорошо, Бог с ними, с этими Ольгами и Константинами, заинтересованные люди. Зачем участвовали дети доктора Боткина, которого убили вместе с Николаем II в Екатеринбурге, вот в этом доме Ипатии. Дочь Глеб и Татьяна признали эту Андерсен якобы за Анастасию. И опять, вот как и у нас в случае с этим Кубаревым, значит, Берлинская Фемида 30 лет мурыжила судебные процессы всевозможные. То начинались, то заканчивались. Результат какой. А Андерсен чем сыграла, так сказать? Она сыграла тем, что у нее были некоторые, так сказать, на теле признаки такие же, как и у Анастасии. И там насчет, так сказать, вот пальцев на ногах. Ну вот эти все, значит, волчьи страсти, а в генетике они называются дегенеративными ответвлениями. Вместо пяти, шесть, шести палы. Говорят, вроде и у Сталина было раздвоение большого пальца на ноге, и у Гитлера там чего-то было не так. Ну, Бог с ними, со всеми этими делами. А дело в том, что 30 лет мурыжила Берлинская Фемида, но так ни до чего и не до мурыжила. Причем, что любопытно, друзья мои, я вот вам хочу сказать, так сказать, суд не поверил этой Андерсен, потому что она не говорила на русском языке. А может быть, если бы заговорила, то глядишь и поверили бы. Так вот, самозванка номер один умерла в 1980-1984 году. Уже после того, как останки царской земли были найдены и идентифицированы, было неопровержимо доказано, что Анна Андерсон не Анастасия Романова. Немножко иначе произошло с этими останками, друзья мои, по поводу царевича Алексея. Был такой, значит, Семенов, который жил в Советском Союзе и закончил психлечебнице. В институте Сербского его пытались анализировать в 30-е годы. Так вот, его ДНК, точнее, не его, а одного из его сыновей, якобы, так сказать, уже от другой женщины, не связанной с царской фамилией, его ДНК в какой-то степени пересеклась с ДНК царевича Алексея. Видите, какие тут страсти-мордасти? Даже на это идут. Лишь бы, так сказать, доказать. А в чем дело? Почему вообще вся эта интерес, весь этот, так сказать, к Романовской династии? Да потому что считают, что у царя Николая II в лондонских банках сосредоточено было 122 миллиона фунта стерлингов. Это тогда, 17-й год. Можете представить себе, сколько сегодня эти 122 миллиона фунта стерлингов стоят? Я думаю, если как минимум 122 миллиарда. Но забывают простую вещь, что Николай II по просьбе Александра Федоровны, по крайней мере у меня такие исторические сведения, эти деньги изъял во время мировой войны. В 1916 году он направил эти деньги на обмундирование и обустройство Брусиловской армии, знаменитый Брусиловский прорыв. Поэтому зря ищут. Хотя, бог его знает, деньги штука такая, вот как деньги партии, там КПСС до сих пор ищет, золото того же Романова или золото Колчака. Но об этом особый разговор. Вот такая была история с этой Анной Андерсом. Должен сказать, что и дочь Мария, ее выдавали за испанскую княгиню. И, как говорится, царевич Алексей, вот этот самый Филипп Семенов. Ну, ребята эти все заканчивают чем? Сумасшедшим домом и, в конечном счете, самоубийством. Вот результат неудачного участия в политических играх. А с моей точки зрения, следствие самого банального, самого типичного авантюризма. Как одной из основных черт русского самозванства. Благодарю за внимание. До свидания. До скорых встреч. Продолжение следует...